Три сестры. Татарская народная сказка. Жила-была женщина. День и ночь она работала, чтобы накормить и одеть трёх своих дочерей. И выросли три дочери, быстрые, как ласточки, лицом похожие на светлую луну. Одна за одной вышли они замуж и ушли из дома. Прошло несколько лет. Тяжко заболела старуха-мать, и посылает она к своим дочерям рыжую белочку. — Скажи им, дружок, чтоб ко мне поспешили. — Ой, — вздохнула старшая, услышав от Белочки печальную весть. — Ой, я бы рада пойти. Да мне надо сначала почистить эти два таза. — Почистить два таза? — рассердилась Белочка. — Так будь же ты с ними вовек неразлучна. И тазы вдруг вскочили со стола и обхватили старшую дочь сверху и снизу. Она упала на пол и уползла из дома большой к черепахой. — Постучалась Белочка к второй дочери. — Ой, — отвечала та, — я сейчас побежала бы к матери, да очень занята. Надо мне к ярмарке холста наткать. — Ну и тки теперь всю жизнь, никогда не останавливаясь, — сказала Белочка. И вторая дочь превратилась в паучиху. А младшая месила тесто, когда Белочка постучалась к ней. Дочь не сказала ни слова, даже не обтерла рук, побежала к своей матери. — Приноси же ты всегда людям сладость и радость, мое дорогое дитя, — сказала ей Белочка. — И люди будут беречь и любить тебя, и детей твоих, и внуков, и правнуков. И правда, третью дочь жила много лет, и все ее любили. А когда пришла ей пора умереть, она превратилась в золотую пчелку. Все лето день деньской собирает пчелка мед людям, а зимой, когда все вокруг гибнет от холода, пчелка спит в теплом улье.